Давайте поговорим с вами о Рио. Там чудеса, там вада бродит и аллигаторы живут. Организаторы Олимпиады предупредили спортсменов, в Бразилии небезопасно. О том, что Рио не райское место, мы знали с вами и так. Ну а какие опасности в спортивной столице этого лета подстерегают атлетов и болельщиков, давайте разбираться. Дикие животные, они угрожают в первую очередь гольфистам. Поле для турнира находится в окружении лагун, которые являются домом для аллигаторов и хищников попроще. А голодавшие крокодилы вполне могут позариться на невмеру упитанных болельщиков и поджарых игроков. Во время соревнований на площадке будут постоянно дежурить не менее пяти специалистов. Их задача разворачивать отправившихся на обед в гольф-столовую хищных рептилий. Но аллигаторы не единственная опасность. Если этих еще можно развернуть, то для комаров преград не существует. И от вируса Зика, который переносят насекомые, лекарства пока не придумали. Олимпийский комитет США даже специальное обращение к спортсменам подготовил. Мол, поймем и простим, если честь звездным полосатого отечества в Рио защищать откажетесь. Не стоит расслабляться и болельщикам, особенно беременным девушкам. Вирус способен привести к таким изменениям у плода, что ребенок родится с врожденными пороками. А остальных зараженных ждут обезвоживание, головная боль и сильный жар. К счастью, организм обычно побеждает лихорадку. Но последствия не очень приятные. Еще об одной опасности. Большой спортивный праздник – это настоящий рай для мошенников. Тем более в Бразилии, где уличная преступность цветет пышным цветом. В основном преступники живут в городских трущобах, так называемых фавелах, и ведут себя безбашенно. Полиция лишний раз даже не суется в эти рассадники зла. Воришек, воров следует опасаться иностранным болельщикам. Впрочем, в зоне риска окажутся не только бумажные, но и электронные деньги. Как известно, хакеры на выдумки хитры. К тому же бразильская голь в этом деле особенно изворотлива. В маленьких магазинах и забегаловках могут запросто считать данные карточки, а потом воспользоваться деньгами туриста. Ну а то, что местные всеми неправдами постараются добыть пин-код, это уже вас удивить не должно. Спортсменам самим следует опасаться за быт. В некоторых номерах Олимпийской деревни, представьте, отсутствуют кровати и унитаза. К тому же в зданиях протекает крыша, разбита плитка, неисправная электропроводка. Видимо, бразильцы посчитали, что отдых это не для настоящих атлетов. Мол, они все время будут в тренировочном зале. Зачем им спать, в нормальных условиях жить и о быте беспокоиться? И, наконец, главная опасность, которую подстерегает спортсменов Рио. Всемирное антидопинговое агентство. Как говорят сами атлеты, бойся, вада, пробирки приносящие. Это настоящий ужас, летящий на крыльях спорта. Комиссары могут заявиться в любое время суток за пробами. Впрочем, российских олимпийцев верными проверками не удивить. Говорят, они уже отвыкли заходить в туалет без представителя антидопингового агентства. Но чего не сделаешь ради главной спортивной мечты. Участие в Олимпиаде.